И всем привет! С вами я, Александр Набасов, и в данном видеоролике сегодня будет прикольный обзор нового кресла от компании DX Racer. Это King Series кресло кожаное с подсветкой, и... Ну, вы, наверное, знаете, что это за кресло, можете погуглить, кто не знает, ну, а, наверное, раз вы нашли это видео, значит, вы интересуетесь им. Итак, сегодня будет полный обзор данного кресла, вам, наверное, понравится. Ну, а с вас лайк и подписка на мой канал Набасов. Ну, а я начинаю. Мы сюда пришли, конечно же, не на девайсе смотреть, который я показывал в тех видеороликах. Сегодня мы пришли, чтобы насладиться этим креслом. Это DX Racer King Series, и это такое удивительное кресло, которое мне очень понравилось. Начну я, наверное, с самого кресла. Оно полностью кожаное, и оно круто смотрится здесь, и... У него есть подсветка, которая подключается через розетку. Ну, а сейчас самое главное я вам покажу в этом кресле. Итак, это у нас кожа полностью кожаная. У вас примерно это кресло стоит, ну, где-то 70 тысяч рублей. У меня же цена другая, я вам ее не буду говорить, потому что, во-первых, я ее покупал в долларах, а во-вторых, это вообще... Подушка здесь тоже полностью кожаная. Она очень мягкая и приятная. Также весь текст DX Racer сделан тканью. Ну, вы можете заметить то, что это ткань. Это все вышивали, это все кожа. Здесь видно, как это все сшивали. И здесь, ну, у меня черный с красными цветами. Это выглядит очень даже круто, мне нравится. Ну, окей, переходим дальше. Смотрим, сейчас мы смотрим спинку. Спинка у нас вот такая вот, тоже здесь сзади написано DX Racer. Здесь такие вот, как назвать-то их, дырки, которыми прикрепляется эта подушка. Ну, потому что, не знаю, зачем вообще эти дырки ей нужны, я ее использую под подушку. Вот такое вот кресло, сзади оно выглядит как-то вот так вот, да, вот так вот круто. Колеса тоже металлические и... Во, можно услышать, что это металл. Вот это вот, вот это вот то, что сделано и прикручено, это пластик. Это пластиковая штука, которая просто для красоты сделана. Если честно, я не знаю, зачем она нужна. Ну, а сама звезда крестовина, она сделана из железа. Она железная с пластиком, вот с этим вот. И получается, что она алюминиевая. Это алюминий. И весь лифт, газлифт и все это, это все алюминиевое. Это, думаю, это не сломается. Ну, а так круто все вообще смотрится. Итак, сейчас посмотрим ручку. Ручки тоже работают. Нажимаете вот сюда, у вас переворачивается сюда. Если вам удобно так играть, вы играете так. Если не нравится, можете обратно переставить на другой режим. Например, такой. Это очень даже круто. Нажимается это кнопочкой вот так вот. И во втором тоже можно так делать. Так как меня сейчас показывать особо не будет, но я хочу вам рассказать об этом кресле. Поэтому смотрим только на кресло. И первое, что я хочу сделать, это ручки. Они могут вот так вот выдвигаться и задвигаться. Это вот так вот круто выглядит, смотрится дальше. Вот это вот так вот крутится. Наверное, вам все показано, все видно. Вы можете вертеть ручки вот так вот как-нибудь. Дальше вы здесь можете подрегулировать, как будет стоять ручка. Например, я люблю, чтобы они стояли так. Здесь можно сделать эти ручки вот так вот. Если вам нравится играть вот так вот, сидеть как-нибудь вот так вот. Если вам нравится, вы можете поставить так. Если вам не нравится, опустили, все. Вы можете играть опять снова вот так. Здесь есть специальные рычажки, которые вот так вот делают на нашем кресле. То есть вы вот так вот берете, хопа, сделали, опустили, сделали, опустили, сделали, опустили. Это пластик, это ручки, это пластик, остальное все кожа и металл. Вот так. Дальше сейчас будем делать всякие наклоны. Итак, здесь у нас есть два рычажка, которые делают вот так вот. То есть вы можете взять и сделать стол вот так вот. Если у вас стол где-нибудь вот здесь вот, то вы нормально можете сделать. Но я люблю низко сидеть, потому что так удобнее. Мне монитор так не особо мешает. И вот так вот я сижу, я могу здесь вот так откинуться и заниматься делами. То есть если вы хотите отдохнуть или что-то еще сделать, вы просто берете, берете этот рычаг, нажимаете его полностью. У вас оно откидывается сюда. Изначальный вид, как сделано, это изготовлено. И вы можете взять просто отодвинуться, как вам удобно. Например, вот так вот мне нормально будет. Там можно еще ниже сделать. Если вам этого мало, вы можете прям полностью откинуться. Но, но, но мне и так нормально. Я отпускаю рычаг. Все, я могу вот так вот сидеть. И, кстати, ребята, здесь была еще одна подушка. Я ее убрал, ибо она мне не нужна. Она мне не пригодилась. И мне как-то с ней неудобно сидеть. Я оставил только эту, потому что только с ней, в принципе, нормально. Вот так вот я могу сесть. Например, отдохнуть. Когда, например, опять игра начинается, я опять возвращаюсь. Я нажимаю опять этот рычаг полностью. У меня стул возвращается. Я немного откидываюсь. Все, идеально. Отпуская рычаг, все. У меня полностью все готово. Я опять могу взять, пододвинуться, поиграть. Опять меня убили, я нажал рычаг, отодвинулся, все. Вот так вот. И так вот постоянно делать. Хопа, хопа. Все, играю. Хопа, опять отодвинулся. Вот так максимально могу отодвинуться, сюда опять подставить. И играть вот так вот. Взял, опять так сделал, хопа, все. Ну, вообще я люблю так сидеть. Дальше. Что здесь еще есть интересного того, чего я еще не показал? А именно, я могу делать наклоны. Например, я вот так вот могу как-то качаться. Конечно, это можно сделать и посильнее. Но это надо подстраивать вот эту устугу, которая сделана здесь. Этот специальный рычажок останавливает. Тут есть три режима. Вы можете поставить, что качание будет заблокировано. Качание будет на стандарте. Именно вот как у меня сейчас стандарт. И будет качание третье. Качание третье, это у нас супер качание. И, если честно, я его не особо пробовал. Но пару раз попробовал, мне не понравился третий режим. И я остановился на стандартном. Просто вот так вот, если мне как-то вот, ну, скучно, я так могу как-то поделать. Ну, хотя, ну, как-то вот так вот получается. И, в принципе, нормально. Вот и все. Вроде я вам все рассказал. Так, показываю вам еще раз этот рычаг. Вот сам рычаг. Он крепится сюда. Все кресло вы сами все собираете. Вам нужно будет его собрать. Если вы соберете неправильно, некоторые вещи у вас работать не будут. Например, качание, допустим, убирание спинки назад. То есть, надо правильно еще уметь собирать. Дальше. Вот, вы берете просто, нажимаете эту фигню. Я вам сейчас покажу, как это еще раз делается. И вы все с вами поймете. И всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Навасов. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Навасов. Пишите комментарии под видео. И всем удачи. И всем пока.